Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме, и как мы и обещали, к нам присоединяется председатель правления Латвия Спас, Мартис Вилцанс. Здравствуйте, доброе утро, господин Вилцанс. Доброе утро. Мы видим, что во время пандемии, конечно же, очень вырастает роль интернет-торговли, но понятно, что интернет-торговля оказывает услуги, опять-таки, посредством почты, ну или службы курьеров и так далее. Но, тем не менее, Латвия Спас является одним из таких тоже очень и очень важных элементов всего этого механизма. И насколько увеличилось количество посылок, отправлений, которые за время пандемии отправляют жители Латвии? Да, во-первых, я хочу напомнить, что это не единственный наш бизнес, достатка и отправка посылок, но, конечно, это один из таких самых больших и важных. Без этого мы доставляем и не письменные корреспонденции, а прессу, розничная торговля, пенсии и так далее. Мы делаем разные виды бизнеса. Насчет посылок, конечно, мы видим рост, те виды, ну как курьерская доставка, как доставка на почтовое отделение, и на покупаты, конечно. Там мы видим рост, там больше, ну 60% за последние пару месяцев. Но есть и, конечно, такие виды бизнеса, которым трудно работать и достичь тех уровней, которые были дуэтом, например, розничная торговля. Розничная торговля, она остается и продолжается, да? Ну да, но, конечно, мы не можем торговать все виды товара, ну как в любом магазине. И у нас ограничение такое же, что нельзя находиться в одном отделении, там есть определенная цифра, сколько людей может находиться в почтовом отделении. Конечно, это тоже, ну такая дополнительная забота для наших работников и для администрации, как это всего организировать. Ну да, у нас буквально вот рядом с радио Болтком находится, по-моему, 10-е отделение, и я видел, ну проходя мимо, и сам когда пользовался услугами, что есть возможность взять номерок, и большинство, ну люди ждут за пределами почты, но благодаря большим витринам всегда можно видеть, когда приближается свой номер, и очень все достаточно, ну удобно и просто. С таком зрении, да, но все равно, ну в любом случае клиенту не нравится стоять на улице, и, конечно, мы это понимаем, но, к сожалению, у нас там тоже нет много вариантов, чего облегчить для клиента. Насколько справляются, вот хватает ли сотрудников в связи с увеличением объемов, ну вот доставляемых услуг? Конечно, мы тоже там ищем дополнительные ресурсы, например, на доставку курьеров и пакуматов, но еще есть одна проблема, конечно, это та же самая пандемия, и мы должны, ну, это очень большая работа организации, чтобы поменять там, например, виды доставки, там поменять почтальоны, если мы видим, что один уходит в карантину, либо кто-то, не дай бог, заболел, и это такой очень большой вызов. 6-7-212-93-9, телефон нашей студии, здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, пожалуйста. Добрый. Добрый. По поводу почты, я хотел, ну, во-первых, прежде всего выразить благодарность, ну, действительно, организация обслуживания на достаточно приличном уровне. 35-е почтовое отделение, хотел бы конкретно выделить, ну, с некоторыми общаюсь, но 35-е почтовое, ну, очень хорошее, то есть, многое, работа почтовых отделений зависит от людей, поэтому вкладывайте средства в людей, в качество обслуживания, это очень-очень важно. И пожелание такая, даже просьба, когда человек получает, получает извещение о получении корреспонденции, либо посылки, он может находиться где-то за пределами Латвии, ему сообщают другие люди, что вот, на твое имя что-то пришло, ему это надо знать, что пришло, то та информация, либо другая. Почему нельзя, позвонив по телефону колл-центра, выяснить, откуда пришла эта информация, это очень важно, я не понимаю, какой здесь может быть секрет, но мне надо было, я упрашивал, нет и все. Ну, почему так? Это крайне неудобство, очень большие неудобства. Спасибо. Да, во-первых, я вполне согласен с клиентом, что очень большая работа сейчас на плечи работников, и я бы хотел еще раз сказать благодарность им за ту работу, которую они делают. И, конечно, те клиенты очень поддерживают это, если они видят, что наш работник старается и делает то, что в их силах. Насчет второго вопроса, что извещение это, это мы не придумали, это должны вести изменения законодательства, и мы уже тоже описали такое предложение, что мы просим поменять эти минискабнет ноты, которые позволяют, во-первых, выдавать посылку другим. Если клиенты имеют, например, какой-то код, либо какую-то шифрововку другую, тогда это тоже облегчит. Сейчас мы должны выдавать посылку только тому, который получатель, либо он имеет какой-то полномочий. Так что это, конечно, другие доставщики это делают гораздо проще, но мы тоже работаем на то, чтобы, во-первых, сделать законодательство такой, чтобы мы могли это делать. Я понимаю, что часть еще вопроса была, что им можно ли получить информацию, что пришло, потому что, ну, может быть, это какое-то просто письмо или это посылка, то есть, чтобы человек понимал, насколько важно ему прийти. Да, ну, к сожалению, это тоже вопрос GDPR и таких актов, так что мы не можем так просто по телефону рассказывать. Ну, с точки зрения клиента я это понимаю. Ну, что плохо случится, если там расскажу от кого письма. Ну, а по телефону мы не можем, к сожалению, такого давать. 6-7-212-93-9. Телефон, я вижу, что продолжают люди звонить. Пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А у меня вопрос. Почему почтальоны не включены в группу риска, чтобы им так, как соцработникам, еще там медикам, делали прививки в первую очередь? Они же разносят пенсии и ходят из квартиры в квартиру. То есть, они и сами могут заразиться, и родственников. Почему этого нет? Спасибо. Спасибо. Мы подали такое предложение, и будем смотреть, как это будет развиваться. А вот говоря про... Ну, сейчас мы видим, что вообще нет этих вакцин, и это проблема. Но мы, конечно, тоже вот такое предложение давали уже. Ну, вот говоря про почтальонов, действительно, то, что есть ли какой-то регламент, как они могут заходить в квартиру, если они приносят что-то там на дом, общаясь с людьми, должны ли они требовать, чтобы человек в квартире был в маске в тот момент, когда они что-то передают ему? Да, но требовать это очень сложно всегда. И это, ну, такая всегда сложная ситуация. Но я прошу клиентов, наших клиентов, это понимать, и, конечно, соблюдать с этими, как это, ну, так... Ну, да, правило. Правило, да, что они должны носить маску, если они встречаются с почтальоном, и облегчить работу почтальона. Он не виноват, он просто делает свою работу. В свое время, вот когда только начиналась пандемия, очень многие боялись получать посылки, потому что боялись, что там, ну, мало ли, этой посылки прикасался человек, зараженный коронавирусом. Вот насколько это, является ли это сейчас проблемой, насколько безопасно? Ну, мы ни одного случая такого не слышали и не видели. Поэтому сейчас мы отдельный такой карантин не делаем. Но то, что случается, что сейчас все равно не все так гладко идет с самолетами, как это было до пандемии. И это значит, что посылка имеет какое-то дополнительное время, пока она прилетает в Латвию. И это уже считается, как, в принципе, как дополнительная карантина. Так что сейчас отдельно мы такое не делаем. Но да, в начале пандемии мы так делаем, да, 72 часа держать посылку в таких центах. А еще одна вот тема, это, ну, некоторые задержки с доставкой. Насколько вот здесь, ну, из-за увеличившихся объемов посылок, насколько здесь это существенно может быть проблема? И насколько нужно, ну, людям с пониманием относиться, что иногда, может быть, доставка может чуть дольше занимать времени, чем обычно? Ну, мы видели, что другие доставщики уже сказали публично, что доставка и внутренняя доставка в стране будет с задержением. Наша внутренняя доставка входит достаточно нормально, и мы доставляем там в течение, ну, два, максимум три дня, если есть какие-то. Но, в принципе, наша цель – это следующий день доставки. Но, конечно, международные посылки, там такая проблема до сих пор существует, потому что, ну, самолеты не летают в таком объеме, как они летали до пандемии. И большинство почтовых посылок мы отправляем с пассажирскими, до этого отправляясь с пассажирскими самолетами. У нас в Риге было хорошее преимущество, что имели очень много прямых рейсов из Риги. И это, конечно, клиенты, и мы уже привлекли, что могли доставить, в принципе, на любую страну Европы там на следующий день уже. Ну, конечно, там еще пару дней взял доставку по стране, которую мы посылали, но хоть он быстро улетел из Риги. Сейчас, конечно, мы должны искать другие способы доставки. И, например, вот последнее такое интересное было пару дней до Рождества, когда тоже закрыли рейсы на Великобритании. Помните, было там 4 дня, по-моему, до этого. И у нас уже был достаточно большой объем посылок, которые клиенты ждали, чтобы мы доставили до Великобритании. И надо было еще успеть, потому что был такой случай, что с 31-го был Brexit, тоже для пошлого мира. Так что тут все одновременно, но мы нашли в этой ситуации тоже выход. И с фурами доставить это было невозможно, потому что все фуры стояли в пробках, чтобы войти внутри Великобритании. И эти пробки были где-то на 3 недели, просто стояли в фуре. И мы нашли решение такое, что мы делали отдельный чартер, специальный чартер с почтовыми посылками на Великобритании. И обратно забирали почту с Royal Mail. И не только для Латвии, но и других стран. Так что это такой новый тоже опыт, наш опыт и наших работников. И я думаю, это такой очень хороший пример нашей команде, как мы смогли в ситуации, когда уже казалось, что нет выхода, найти выход. Вот, может быть, уже последний вопрос. Как вы прогнозируете, с окончанием, может быть, пандемии останется ли такой же объем запрос на почту, поскольку мы видим, что электронная торговля, она в силу просто вынужденности пришла в нашу жизнь. Но она останется ли в таких объемах, когда все вернется обратно, может быть, люди уже привыкнут действительно делать покупки больше через интернет? Я думаю, будет и так, и так. Будут какие-то товары, которые будем покупать легче в интернет-магазинах. И особенно, может быть, не только в тех, которые находятся в Латвии, но и в международных, когда восстановится вот эта тоже доставка из-за рубежа. Но там, но будет, магазины будут, я этому уверен, потому что мы привыкли, мы хочем посмотреть товар, почувствовать. И, к сожалению, это тоже какой-то часть из нашего отдыха. Но вспомним, что до пандемии, что мы видели, не только в декабре, но и всех выходных было трудно найти место парковки у больших магазинов. Ну, к сожалению, это так. Так что я думаю, это в каком-то случае вернется физическая торговля. Но и останется какая-то часть электронная. Председатель правления Латвия Спас Марцис Вилсон сегодня с нами был на прямой связи. Спасибо вам большое, господин Вилсон, за интересный рассказ. Хорошего дня. До свидания. Спасибо. Счастливо.